Украина начала отговаривать союзников и другие страны от поддержки мирного плана Китая, поскольку Пекин пытается не допустить поражения России в войне. Это следует и в документы, которые представители Украины распространили среди дипломатов и должностных лиц на Генеральной Ассамблее ООН. Согласно тексту документа, с которым ознакомилась политику, Китай намерен вести закулисную работу в ООН, чтобы расширить число сторонников своего плана по прекращению войны между Россией и Украиной. В частности, Китай собирается склонить на свою сторону страны Латинской Америки, Азии и Африки. Если Пекин добьется поставленной цели, он будет представлять это как доказательство поддержки своего плана мировым большинством, говорится в документе. При этом, как отмечают украинские дипломаты, план Китая предполагает лишь заморозку конфликта и содержит выгодные для Москвы условия. По данным Киева, официально Китай представит план мирных переговоров в октябре на саммите БРИКС в Казани. При этом в документе не уточняется, откуда украинская сторона получила информацию о стратегии Пекина. Ранее Китай совместно с Бразилией представил мирный план из шести пунктов. Он предполагает беспрепятственной ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населенного, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боевых действий. В августе Пекин утверждал, что инициативу поддержали более 110 стран. Президент Украины Владимир Зеленский назвал мирный план Китая и Бразилии деструктивным. «Я считаю, что бразильско-китайская инициатива больше пророссийская», — отметил украинский лидер. Он подчеркнул, что план был предложен без уважения к Украине и ее территориальной целостности. Между тем, в Кремле положительно воспринимают мирные инициативы Китая. Президент России Владимир Путин ранее допускал, что план Пекина в будущем может быть взят за основу для мирного урегулирования. В то же время Путин назвал свои условия для завершения конфликта. Киев должен согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, признать российский мир Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Запад, в свою очередь, должен снять все санкции с России. Зеленский называл эти условия очередным ультиматумом.